Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Невозвратные тарифы и дистанционная регистрация в отелях. Минэкономразвитие представило дорожную карту по улучшению туристической отрасли в России до 2025 года. 549 участников из разных городов России в Самаре провели Олимпиаду по информационной безопасности. Олимп Пгуте. В финал вышли 25 студентов. Родина – не просто слово. Библиотеки номер 28 отметили День народного единства. В программе – стихи и песни о любви к Отечеству. Мир, где светит солнце и царит атмосфера добра. В столице региона в Театре Самарская площадь открылась выставка детских рисунков «Город Рос. Возрождение». В День народного единства 4 ноября в Москве на территории ВДНХ начнет работу международная выставка «Форум Россия». На форуме будут собраны стенды 89 регионов страны. В тематических павильонах продемонстрируют достижения отраслевые министерства и ведомства, крупнейшие корпорации и общественная организация. Международная выставка «Форум Россия» организована по указу президента Владимира Путина. Центральным элементом экспозиции Самарской области станет конструкция, визуально повторяющая одну из самых узнаваемых достопримечательностей Самары – скульптурную композицию ладья. Парус олицетворяет движение, порыв, динамику, силу, свежесть, идеи и жажду открытий. Парус ладьи будет представлять собой экран, на котором будут транслировать фильмы о современной жизни Самарской области, о самых значимых достижениях в различных отраслях – промышленности, строительстве, экономике, медицине, науке, культуре, спорте. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, 63-му региону есть чем гордиться. Самарская область – опорный край державы, и мы готовы выполнить задачу любой степени сложности. По мнению главы региона, участие в таком масштабном событии создаст возможности для российских, зарубежных организаций и инвесторов узнать больше о нашей губернии. Посетители стенда Самарской области смогут стать участниками виртуального запуска ракеты «Союз», увидеть красоты Самарской луки и Жгулевских гор, исторический центр Самары, новые парки и набережные, не покидая пределов ВДНХ. Минэкономразвитие представило дорожную карту по улучшению туристической отрасли в России до 2025 года. В частности, специалисты ведомства предложили ввести невозвратные тарифы и дистанционную регистрацию в отелях. Как пояснили специалисты, в основу дорожной карты легли собранные он представителей бизнеса предложения и инициативы, направленные на устранение излишних требований законодательства. Проект направлен на согласование в федеральные ведомства. Предложения, которые содержатся в дорожной карте, это прежде всего инициативы туроператоров, отельеров, людей, которые создают турпродукты и оказывают туристические услуги. Проект отражает интересы бизнеса и туристов, отметили в пресс-службе министерства. Изменения, упрощающие требования для бизнеса, затронут гостиничную сферу, горнолыжный туризм, круизные компании и туроператоров. С 16 ноября в Самаре вновь организуют перелеты в Грузию. В расписании международного аэропорта Курумыч появились рейсы в Тбилиси. Перелеты запланированы по четвергам. Время вылета из Самары – 14.10, прибытия в Тбилиси – в 16.55. Таким образом, в пути до солнечной Грузии самарцы проведут 2 часа и 45 минут. Полеты будут выполняться на самолетах «Сухой Суперджет» вместимостью 100 пассажиров. 1 декабря 2023 года автовладельцы в обязательном порядке будут должны передвигаться только на ошипованной резине, либо на неошипованных шинах со специальной маркировкой. Уже сейчас сотрудники госавтоинспекции вышли в профилактические рейды. Полицейские напоминают водителям о необходимости переобуться. Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. Любовь Беляева живет за городом. Каждое утро отправляется на своем автомобиле на работу в Самару. Затем поздно вечером возвращается домой. Поэтому сменить летнюю резину на зимнюю решила еще в середине октября. Сейчас погода такая, что перепады температуры с плюса на минус, и дорога очень скользкая, может быть. Поэтому я колеса меняю всегда заблаговременно. У летней резины есть такое свойство, что она даже при низких плюсовых температурах теряет свои свойства. Сцепление с дорогой хуже, то есть ездить опасно. Ответственные автовладельцы начинают менять летнюю резину на зимнюю, когда устанавливаются ночные заморозки. Теперь это в обязательном порядке нужно сделать до 1 декабря. Дело в том, что в 2023 году в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств внесены изменения. Теперь в декабре, январе и феврале разрешается передвигаться только на зимней резине или не ошипованной соответствующей маркировкой и рисунком в виде снежинки. Вот если раньше эта норма носила рекомендательный характер, то теперь в зимнее время года, это декабрь, январь и февраль, в обязательном порядке на автомобиле должна быть зимняя резина. То есть если этой зимней резины нет, то мы уже имеем право освободить и привлекать к административной ответственности. Уже сейчас инспекторы управления ГИБДД города Самары выходят в профилактические рейды. Их работа направлена прежде всего на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Целью госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий является не вынесение штрафов в отношении водителей, а в первую очередь предупреждение и призывать, так скажем, водителей о необходимости эксплуатации транспортных средств в соответствии с погодными условиями и требованиями технического регламента. Если автовладелец пока не поменял летнюю резину на зимнюю, ему вручается памятка о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уважаемый водитель, вы уже переобули автомобиль на зимние шины? Нет еще. Не переобули еще? Нет еще. Понятно. Ну, погодные условия, видите, какие? Конечно, собираемся. Ночью заморские. Максим Андреевич. Записался завтра. Госавтоинспекция призывает вас своевременно менять резину с летней на зимнюю для обеспечения безопасности дорожного движения. По новым правилам, соответствующие сезону шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля. В противном случае инспектор вправе выписать водителю штраф. Он составляет 500 рублей. Административная ответственность для непереобувшихся водителей наступает с 1 декабря 2023 года. С этого времени контроль на дорогах города будет усилен. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Отмечают юбилей с творческим размахом. Самарское художественное училище имени Петрова Водкина, которому в этом году исполнилось 50 лет, запустило уже пятую выставку, посвященную круглой дате. В этот раз представили дипломные работы своих выпускников в галерее «Новое пространство». Андрей Горгуленко продолжит. Какие были ожидания от предстоящей жизни у выпускников Самарского художественного училища Петрова Водкина? Можно увидеть в галерее «Новое пространство». Здесь к 50-летию учреждения открылась выставка дипломных работ, собранных за полвека. Здесь можно посмотреть как раз на то, как менялся взгляд, или на борт оставался прежним, от ребят 20-летних, вступающих в жизнь. То есть интересует что? Семья, здоровье, жизнь, любовь, отношения с родителями, своими будущими детьми. То есть вот это начало жизни. Открытие выставки сопровождалось творческими подарками и поздравлениями. Почетную грамоту и благодарности Самарской губернской думы вручил председатель Геннадий Котельников. Такие учебные заведения быть должны, где учат не писать, а писать картины, понимаете? Это творчество, это особый вид деятельности. Я искренне поздравляю всех сотрудников и обучающихся. За полвека из училища выпустилось более двух тысяч художников, дизайнеров и художников-преподавателей. Они уже многого добились, но вместе уверены, что впереди еще больше. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Родина – не просто слово. Библиотеки номер 28 отметили День народного единства. В программе – стихи и песни о любви к Отечеству. На праздничном концерте побывала Светлана Кудрявцева. «Россия, матушка, лучше верится, река по камушкам. Света не телится, склоняя голову. Сердце тебе дарю за слезы эти, что льешь столетия». Не только книги, но и песни, музыка, народное творчество и посиделки для души. В библиотеке номер 28 поселка Управленческий в преддверии Дня народного единства состоялся концерт «Родина – не просто слово». В коллективе сложилось. Да и я знаю, что во многих библиотеках такие радушные люди, которые любят приходить на мероприятия. Для гостей подготовили творческую программу «Песни и стихи о любви к Родине». «Ты все одаришь, тобою горжусь, в твой путь всей душою Отечества верю. Судьбу я тебе безоглядно доверю. Люблю я тебя, моя матушка Русь». В библиотеке проходит много мероприятий, в том числе совместно с районным советом ветеранов. Здесь проходят утренние праздники со всеми юными маленькими детьми. Здесь встречаются ветераны и с детсадовскими детишечками, и с младшими классами. Они как-то впитывают, как губка, все сказанное. Они как-то по-другому реагируют. Им все это интересно, глазенки блестят. А вот ветераны даже послезятся. Разве это не важно? Это нужно, это необходимо, это очень важно. Для гостей праздника выступили ансамбли «Околица», «Камертон», «Семейный дуэт», «Родные напевы». Наши ветераны с удовольствием посещают библиотеку. Единство существует и у нас в районе, в поселке. Мы все очень тесно взаимодействуем. Всегда Россия была великая страна, Советский Союз был в свое время великой страной. И, конечно, важно нам передать это все нашим детям, нашему следующему поколению, чтобы они не забывали и гордились нашей великой страной. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев. События. Мир, где светит солнце и царит атмосфера добра. В театре «Самарская площадь» открылась выставка рисунков «Город Рос. Возрождение». События приурочили к празднованию Дня единства народов в России. Авторы работ – юные художники из Самары и Донецка. Ксения Баканова с подробностями. Таким юные художники изобразили Донецк. Авторы этих картин верят – тяжелое время пройдет. Их любимый город обязательно станет прежним. И перемены уже совсем близко. Вот сегодня мудрые дети перестали рисовать войну. Они написали свой город мирным, таким, каким они хотят его видеть. Возрожденным. Это те дети, которые мирного неба и не видели, и не знают. В Самаре в театре «Самарская площадь» открылась выставка рисунков «Город Рос. Возрождение». Впервые школьники приехали в Самару в 2019 году. Они подготовили выставку «Война глазами детей Донбасса». Самара с теплотой встретила донецких ребят и их учителей. Для них организовали насыщенную культурную программу, творческие мастер-классы, экскурсии и посещение театров. Вот эта взаимосвязь, вот это понимание друг друга, поддержка друг друга очень много стоит. Тяжело жить, когда нет рядом плеча друга. Поэтому мы дружим. В фойе театра «Самарская площадь» представлено 34 работы. Рисунки выполнены в разных техниках. Гуашь, акварель, карандаш, тушь и пастель. Очень отрадно, что ребята, несмотря на все сложности, что ежедневно прилетают, находятся в тяжелейших условиях и отсутствия перебоя воды и света, но учатся, трудятся и создают такие замечательные шедевры. Учащиеся самарских школ искусств не остались в стороне. Решили поддержать ребят и тоже нарисовали картины. Дети изобразили на бумаге все то, что так дорого сердцу. Городские пейзажи, достопримечательности, люди разных профессий и даже виды своих окон. Это проекция на завтрашний день. Донецк – город Рос. Дети, которые не видели небо без войны, пишут вот то завтра, они проецируют его. Просто, как я сказала, я верю в чудеса. Вот это чудеса. Они видят, как будет завтра. Поэтому мы тоже должны посмотреть и поверить, что именно завтра будет так, как пишут дети, которые живут в этом городе. Выставка «Город Рос. Возрождение» – это продолжение большого благотворительного проекта «Самара детям Донбасса». Он проводится Самарским областным художественным музеем при поддержке Думы городского округа Самара, администрации города и общественной палаты Самары. Наша задача взрослых – найти каждому свое место, чтобы мечты детей, их видение будущего стало ближайшей реальностью. Чем раньше это станет, наверное, тем будет спокойнее, увереннее чувствовать себя. Дети Донбасса и все мы вместе. Открытие выставки приурочили к празднованию Дня народного единства. В России его отмечают 4 ноября. Экспозицию зрители театра смогут увидеть до 3 декабря. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Как прозвали фашисты советский самолет Ил-2 и когда впервые прошел парад памяти в Самаре? На эти и многие другие вопросы сегодня ответили школьники, приняв участие в финальной игре квеста Куйбышев 41-45. За лидерство сразились 9 команд из каждого района областного центра. Качество знаний школьников оценивала компетентная жюри. Кто стал победителем, узнала Ольга Павлова. Выходила, песню заводила, про стекного сидела орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Под песней военных лет начинается финал квест игры Куйбышев 41-45. В этом году ее, как и прежде, посвятили событиям военных лет и параду памяти. За лидерство в 12-й школе города сразились сразу 9 команд из каждого района города. Участие в финальном кризе принял и ученик 110-й школы Артем Сергеев. К игре его команда готовилась основательно. Сначала ребята показали свои знания в первом этапе, ответив на вопросы викторины онлайн. Затем одержали победу во втором. И вот они в финале. Я считаю, это время нельзя забывать, потому что много... Эта война затронула, мне кажется, буквально каждую семью. То есть у каждого дедушки, бабушки, то есть все поучаствовали в этой войне. И это оставило отпечаток на каждом человеке. Мы думаем, что все ребята будут довольны, потому что много музыки, много интерактива. Вообще очень интересно, тематически мы все заряжены. На чем выехал на парад 7 ноября маршал Ворошилов, как прозвали фашисты советский самолет Ил-2, и когда впервые прошел парад памяти в Самаре. Финальный квиз провели в три раунда, в каждом из которых ребятам нужно было набрать максимальное количество баллов. Оценивало игроков компетентное жюри, в которое вошли представители департамента образования и власти города. В этом году квест-игра прошла в Самаре уже в третий раз. Несколько лет назад из-за пандемии ее проводили в онлайн-формате. Сейчас очно. Куйбышев был одним из городов, который проводил парад. Парад, с которого наши бойцы отправлялись на фронт. Мы должны помнить это, мы должны гордиться тем, что даже в тот год, в 41-м году, этот парад был организован и проведен. По итогам финального квест-игры Куйбышев 41-45, первое место было отдано безоговорочному лидеру квиза Самарской школе номер 6. Второе место досталось ученикам 110-й школы города, и третье забрала 161-ю школу столицы региона. Победителям вручили дипломы и памятные сувениры, фотографии парада 1941 года, упакованные в специальную бумагу, залитую сургучом. Кроме того, в день проведения игры ребята смогли принять участие в мастер-классах, вырезать белых журавлей, написать письмо и отправить его участникам СВО, которые сейчас защищают нашу страну на передовой. Ольга Павлова, Константин Головин, События. В одном из университетов Самары состоялось торжественное открытие финального этапа Олимпиады в области информационной безопасности среди учащихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. В отборочном этапе Олимп ПГУТИ-2023 приняли участие более 500 человек, а в финал вышли 25 студентов. Подробности узнали наши корреспонденты. Инновационный подход в подготовке специалистов. В Самаре состоялся финал ежегодной Олимпиады по информационной безопасности. Участие позволяет студентам получить независимую оценку навыков и знаний, а также способствует вовлеченности в профессиональное сообщество специалистов по защите информации. Возрастает количество атак на те или иные объекты инфраструктуры информационные, возрастает количество инцидентов, так или иначе связанных с попытками несанкционированного завладения той или иной информацией, поэтому специалисты в области информационной безопасности все более и более востребованы. Сначала состоялся отборочный этап Олимпиады. Он прошел онлайн, и в нем приняли участие 549 человек. Им предстояло продемонстрировать навыки в различных областях информ безопасности, связанных с поиском различных уязвимостей информационных систем. В следующий этап вышли 295 студентов, а в финал 25 участников из разных городов. Анастасия Федорова приехала в Самару из Челябинской области, где вместе со своими однокурсниками прошла отборочные туры. Поучаствовали некоторым составом, кто-то вышел в финал, кто-то не вышел. Было интересно попробовать себя в чем-то новом, попробовать себя не дома за компьютером, а в новых каких-то условиях, решать задания интересные, получить какой-то опыт. Призеры финала получают не только дипломы и памятные подарки, но и возможность найти будущих работодателей. Победитель прежде всего получает возможность трудоустроиться в компании, потому что у нас сегодня представлено очень много индустриальных партнеров. Они все смотрят на наших ребят, которые принимают участие, и, естественно, подмечают и выбирают себе лучших, которые потом могут сделать свою карьеру профессиональную в сфере информационной безопасности. Олимпиада проводится в ВУЗе ежегодно для популяризации сферы профессиональной деятельности в сфере информбезопасности и направлена на отработку и независимую оценку практических навыков студентов по защите от кибератак. Светлана Кутрявцева, Константин Головин. События. 7 ноября в Самаре пройдет традиционный парад памяти, посвященный событиям, которые развернулись в Куйбышеве в 1941 году. Тогда защитники уходили на фронт прямо с военного парада, проходившего на главной площади запасной столицы. Патриотическая акция проходит в Самаре с 2011 года. В этот раз главная тема – герои и подвиги. С утра 7 ноября на площади Куйбышева будут работать интерактивные площадки, музейно-выставочные экспозиции и полевая кухня. Запланирована также концертная программа. Само шествие начнется в 12 часов. В этом году по площади строем пройдут более 100 парадных расчетов, половина из которых – юнормейцы, кадеты, военно-патриотические клубы Самарской области. По традиции наш город в этот день посетят участники парадного прохождения из всех регионов Приволжского федерального округа и других субъектов России, в том числе из города Снежное Донецкой Народной Республики. Впервые в параде памяти будут участвовать расчеты из города Героя Бреста. Участниками парада станут у нас представители 20 регионов Российской Федерации. Это лучшие парадные расчеты, которые приезжают к нам для участия в параде. Также в этот день состоится открытие выставки Семена Чернецкому, военному дирижеру, генерал-майору, который дирижировал сводным военным оркестром 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Кроме того, в преддверии парада памяти в Самаре пройдет еще одна крупная акция. 6 ноября на четвертой очереди набережной состоится военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию освобождения Киева. Участвует более 300 человек, членов военно-исторических клубов России. Также будет присутствовать и историческая техника. На парад памяти и на другие события, которые пройдут 6 и 7 ноября, вход свободный. Организаторы приглашают жителей и гостей города стать свидетелями одних из самых масштабных патриотических акций этого года. Новогодние выходные в России в этом году продлятся дольше, чем обычно. Это связано с тем, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье. Согласно статье 112 Трудового кодекса России, 1-е, 8-е января являются нерабочими праздничными днями в стране. Таким образом, продолжительность новогоднего отдыха составит 10 дней. С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024. По закону, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий послепраздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, с 1 по 8 января. Выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями, не переносятся автоматически на следующий послепраздничного рабочий день. Согласно постановлению правительства России о переносе выходных дней в 2024 году, выходной день с субботы 6 января переносится на 10 мая, а с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря 2024 года. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также в телеграм-канале указано, какие для этого нужно предоставить документы и куда. Администрация промышленного района Самары приглашает жителей города принять участие в опросе «Новая жизнь старой Самары». Старому центру присвоен статус исторического поселения. Это решение призвано защитить культурное и архитектурное наследие города и вдохнуть новую жизнь в развитие исторического центра. В настоящее время разрабатывается концепция развития исторического поселения. Этот документ должен задать стратегию развития территории с точки зрения функционального наполнения пространства и раскрыть точки роста для привлечения инвесторов. Одной из составляющих работы над концепцией является исследование мнения горожан. Для того, чтобы узнать, в каком направлении должен развиваться исторический центр города и каким функционалом обладать, проводится опрос жителей. Заполнить анкету можно до 19 ноября по ссылке, указанной на страничке телеграм-канала промышленного района. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в своем телеграм-канале напоминает, что родителям при рождении близнецов двух и более детей предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием ее оформления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городском округе Самара. За оформлением выплаты одному из родителей нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова